Блестящее зомби... А, я понял, это Юлия Ковальчук из Блестящих, понятно. Эээ, ладно, извините, прошу прощения у Юлии Ковальчук, конечно не она. Это Ксения Новикова из Блестящих. Приветствую вас, земляне, с вами снова пришелец Саймон, и мы продолжаем играть с вами в растения против Зомби 2 с полным русским переводом. Мы остановились с вами в режиме приключения на уровне неоновых 80-х. Мы его только начали в прошлой серии и прошли 5 уровней. Так, сегодня мы пройдем... даже не знаю... Наверное, еще 5. Блин, пока не знаю, пока не знаю, как лучше будет сделать. Наверное, сначала по 5, потом пойти по 6, не знаю, как получится. Просто опять же 32, такое непонятное число. Получается, мы разблокировали в прошлой серии это растение, но еще не видели его в действии. И я полагаю, в 6 уровне нам его покажут. Давайте это проверим. И вот у нас, кстати, новый зомби. Точнее, новая зомби. У нас она, я так понимаю, такая поп-дива. Так, снова у нас играет такой хип-хопчик. Здесь у нас доктор Зомбос вещает с телевизора. Вот, смотрите внимательно. И по жопе, по жопе. Вот так действует это растение. Вот, вообще оно, как бы, имеет повышенную прочность для... Как бы сказать. Вот, оно защищается. Вот видите, вот правый вот этот стебель. Но, что вот мне не нравится в нем, так это то, что... Когда... После того, как он закончит вот так вот делать, он очень долго стоит. То есть, жрите меня, кто хотите. И это немного вот безрассудно, как по мне. Но, с другой стороны, не все коту-масленица, как говорится. Я правильно употребил это выражение? А то у меня могут быть проблемы, с этим еще опозорюсь, блин. Так, давайте поможем. Давайте поможем, дымогрибу. Давай, давай, давай. Пляши. Ну, что ж ты будешь делать? Давай, продувай. Продувай его. Ну, давай, ну, пожалуйста, господи ж ты. Давай, стукни. Стукни. И вот появляется у нас она, вот эта замечательная Леди Гага, наверное, или там... Кто там? Бритни Спирс, Кристина Агилера. В чем ее суть? Она всех давит, все растения, ну, кроме сельдерея. То есть, против нее сельдерей работает. А вот зомби, которые покрываются радугой, они неуязвимы. То есть, пока ее не убьешь, вот эту барышню, то зомбарей, которых она защищает, никак убить нельзя. Даже лазером, по-моему. И вот дымогрибом тоже нельзя воздействовать. Пока вот эту даму не... Что называется, не убьешь. Она, кстати, на роликах. Я не знаю, почему. Ну, смысл в том, что она, видать, катается. Блин, надо было показать, как она раскатывает растения. Но, наверное, не так важно. Да, я думаю, мы еще на это насмотримся. Вот, сейчас. Вот, я посадил, и оно тут же исчезло. Так. Давайте, давайте, свеклы. Стукайте хорошенько. Прыгайте в волны свои. Испускайте. Создавайте свое музыкальное землетрясение. Опа. Я не понял. А как-то ты умудрилась переехать сельдерей? Это что-то багнулось. Просто сельдерей, он неуязвим против нее. И шипы, кстати, тоже, по-моему, тоже можно сажать. Они ее будут колоть нормально. Давайте. Давай добивай его. А у нас, как, кстати, последняя волна была. Давайте ускоримся. Чтоб побыстрее нам дали мешок. Опять этот призовой подвесон, мой фирменный, любимый. Так. Осталось 30 пакетов семян. Откройте. Прыгните в лево, шагните вправо. Угу. Так. Следующий уровень. Так. Теперь, я так понимаю, нам дадут возможность вот с этой дамой уже и с остальными зомби выбранными нами растениями сражаться. Давайте подсолнух возьмем. Нам выдают, закрепляют за нами сельдерей лазутчик, магнитогрипп, магнитогрипп. Но мы теперь знаем, против кого он хорош. Кстати, ведроголовых тут будет тоже, по-моему, навалом. Зернопульту возьмем. Почему бы и нет? Потому что затормаживать этих всех товарищей не помешает. Бомбочку. Перчик. Кстати, если перчиком ее убить, то зомбарей, которых она своей радугой защищает, по-моему, они тоже не убьются от него. Надо, мне кажется, еще чем-нибудь стрелять. Клевую свеклу я брать не хочу. Клевая эта свекла только на словах. Давайте возьмем Аку. Аку нашу возьмем. Акуну матату нашу. Давайте этот подсолнух. Нашу подсолнышку садим. Кстати. Я тут хотел с вами поговорить кое о чем. Я еще вот помимо, так сказать, растений против зомби многое другое снимаю. Ну, не так, чтобы многое, но все-таки. И одной из моих постоянных игр была игра Клуб Романтики. И она у меня не записалась, серия. Я хотел ее реанимировать, но так получилось, что, не знаю, что-то заглючило. И программа QuickTime мне вот перечокнутый значок Play в итоге показала, типа, ну, все равно, что средний палец показала. Типа, фиг тебе, а не серия. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Давай. И я подумал, что, с одной стороны, вот, и прекратить бы это дело, все равно никто не смотрит. Но у меня есть очень сильное желание записать там одну из серий. Да что ты будешь делать? Ай, слишком далеко посадил. Вот скотина, а. А, а че ж я магнитогрипп-то не ставлю? Вот. Называется Высокий прибой. Короче, там про пляж, про... Приключения секретного агента на пляже. Который расследует загадочные убийства, связанные с кое-каким отравлением. В общем, довольно интересная детективная история, которую я начал играть еще на телефоне, еще до канала, но у меня уже тогда было желание канал создать, поэтому я захотел как раз на вот этот вот случай оставить эту игру. И, собственно, я хотел бы вас спросить, хотели бы вы это увидеть? Возможно, были те люди, которые на самом деле ждут Клуб Романтики до сих пор, я его все анонсирую, анонсирую зачем-то. Кстати, есть у меня один подписчик, с которым я общаюсь, он работает над визуальными новеллами. И я хотел бы, в том числе и для него этого, подснять... Боже мой! Это из-за вот этих радужных шалаф? У меня игра так стала лагать. Мне это не нравится. Вот, мы действительно можем увидеть, что началась какая-то жесть. Блин, какие толпы идут. Сколько этих несчастных барышень-то, елки-палки. Давайте срочно перец, пока они не действуют. Вот они на вот эту поп-музыку реагируют. И, собственно, вот этот подписчик, он мог бы вполне поучиться и созданию персонажей, и прописыванию диалогов, и формированию вот этой драматургии, привязанности персонажей друг к другу, и вражды, и прочего. В общем, отношения между людьми, персонажами визуальной новеллы. Собственно, вот. Тем более, что, насколько мне известно, он также собирается романтическую историю тоже создать, и это тоже могло бы пойти ему на пользу. Вот, собственно, поэтому и спрашиваю. Вот, клуб романтики, серия «Высокий прибой», начинать ли мне ее снимать? И я уж буду разбираться с этой самой стабильностью, так сказать, стабильной работой записывающих программ моих. Я, кстати, Аки не ставлю почему-то. Господи, я играю просто ужасно. Ну, неудивительно то, что я пытаюсь с вами разговаривать. Боже, сколько тут магнитоголовых, мама! Дорогая. Давайте вот это все подрываем. Это мы сожжем. Давайте, бейте, бейте эту... Бейте эту даму! Бейте эту Леди Гагу несчастную! Так, ну и осталось двое товарищей. Сейчас магнит на них подействует. Так, одному ведро сняли. В общем, записывать ли мне эту замечательную игру романтическую? Вот такой у меня к вам вопрос. Если не записывать, то тогда переключусь уже на что-нибудь другое. Блин, мне вот все-таки тяжело формировать свои мысли. Вот так вот сходу сразу начинаю заикаться и прочее вот это все. Не очень это легко дается. Так, я возьму, наверное, солнце гриб. Так, капусты, наверное, возьму. И колючку. Попробую так. Так, мне кажется, солнце грибы я быстрее буду набирать. Давайте. Мы их быстро будем сажать за счет того, что к нам солнце с небес будет падать. Так, сразу ставим заблаговременно вот эту штуку. Отлично. Давайте мне еще один гриб. Так, пожалуйста, вот эта дама. Давайте сразу вот это ей поставим. Да, вот видите? Колючка наносит ей урон. И не погибает. Но урон она ей наносит не так, чтобы массивный на самом деле. Она довольно слабенькая, поэтому придется помогать. Куда уж денешься. Все-таки сельдерей против нее работает лучше. Блин, как она долго едет-то, а? Так. Так, всем капусты. Боже, какие подвесоны-то кошмарные. Господи, неужели это из-за этого мира, а? Хорошо, что зомбари на этой музыке замедляются. Вроде бы. Как мне кажется. Так. Еще по капусте. Еще, наверное, магнит. Вот сюда, например. Симметрия, конечно, поехала к чертям, но... Нам главное выиграть. Нам не до хорошего. Блин, вот эти радуги багают мне игру. Да, радуга это... Радуга это довольно опасное дело. Так, ладно, никакой гомофобии на моем канале. Я хоть и... Это самое... Не придерживаюсь. Но все-таки стараюсь держать имидж толерантного человека. Так. Так, давайте их отгоним отсюда. Это был опрометчивый поступок. Надо сельдерейчиков побольше высаживать. Так. Давайте вот так. Вот так. И еще капусту. Женщина, подыхайте быстрее, пожалуйста. Наконец-то. Вот теперь я могу воспользоваться. Блин. Капусты все-таки недостаточно сильные, чтобы этих ведроголовых убить. Ладно, осталось последнее. Вот давайте еще. Эппликатор Кузнецова им поселим на пол. И восьмой уровень мы прошли. Девятый уровень. Оооо. Этот уровень... Он довольно интересный, да. Вот видите, где солнце стоят? Не при... Подсолнухи. Непривычно, да? Произведите не менее двух тысяч солнц и используйте растения, выбранные за вас. Это будет жестко. Это я помню, что... Будет неприятная тема. Нам не выдают никаких солнечных растений. Мы должны получать две тысячи солнц исключительно за счет вот них. Как это сделать? Ну, на самом деле, довольно просто. Сейчас нам... Вот эти замечательные панки, замечательные наши панковские мерчендайзеры помогут переставить наши подсолнухов туда, где им место. Так, вот они уже, кстати, активно выдают. Замечательно. Так, теперь срочно замораживаем его. Ставим вот это. И подбиваем его. Так, сюда, наверное, подготовим. Так. Вот сейчас он допинает. Так, вот этого тормозить нужно срочно. И он сейчас между двух огней окажется. А, он даже уже успел померять. Молодец. Так. Давайте. Тут горохострел поставим. Так, вот сюда. Ой, блин. Вот, ай. Лучок не туда. Блин. Давай, добивай его быстрее. Добивай, 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 добивай. Добивай. Ну, чё его не бьешь-то, господи? Мавави-конвертер отстанет меня. Ладно. У нас осталось, получается, 8 штук. Но нам их, я думаю, хватит. Мы уже больше половины собрали. Несмотря на то, что у нас треть игры, треть уровня всего прошла. Давайте выставим вот это. Так. Не, походу реально вот эта радуга багает мне игру. Это мне ужасно не нравится. Так. Надо срочно выносить этих теток. Потому что даже вот не из-за их какой-то опасности. Они на самом деле не такие уж опасные прям. Они просто чисто технически могут мне всё запоганить. Я боюсь, что у меня игра может вылететь из-за них. Вот ещё вас не хватало, блин. Давайте. Хорошо стукнул. Молодец. Так. Господи, вот лук сверху, он просто отдыхнул и всё. А, он этого, этого затормозил, он стоит теперь. Ну и нафига ты, спрашивается, нужен? Блин. Нехорошо. Ой, здесь-то надо. У меня же тут газонкосилки-то нет. Так. Вот уже чувствуется сложность. Но это действительно довольно сложная зона. Господи, да успокойся ты! Стоять! Стоять, бояться. Так, давайте. Давайте мне хоть никого с удобрением-то нету, блин. Так, стойте, сволочи. Господи. Только приближается большая волна. Офигеть. Давай, давай, срочно. Лупась. Прям по жопе его долби. Так, морозим. Этих мы вот так. Так, этих, этих ни в коем случае допускать нельзя наверх. А эти, эти пусть проходят. Мои газонкосилки, мои виниловые газонкосилки к вашим услугам. Так, как говорится, помирать да с музыкой. Ха-ха-ха. И новое растение. Хватит зависать, падла такая. Времьян возвращает зомби на исходные позиции. Так, Времьян это игра слов, получается, Тимьян. Времьян. Так, с оригинала тоже взята игра слов. Так, мы за разблокировку получаем пиньяту. Так, ряне морковь, по-моему, было написано. О боже. О боже. Какая мерзкая сволочь сейчас придет. Я терпеть его не могу. Видели, там был чувачок такой, рэпер с микрофоном в кепке такой. Тимати местный, местного разлива. Ох, он нам крови-то попортит. Итак, сейчас нам выдаются растения. Так, появляются панки. Это мы пока не трогаем. Это растения. Блин. Тут еще жив, падла. Ну-ка, сможем добить? Давайте, давайте. Да, смогли, хорошо. Тогда нет нужды использовать пока. Прячься, ну прячься, ну быстрее ты. Господи. Кстати, пока вот этот сельдерей высунутый, эта сволочь может пнуть его. Давай, 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 давай. Шлепай. Прыгай, прыгай. Молодец. А, тут-то у меня ничего нет. Все съедено. Давай, давай, давай. Конуса, конусовидного этого. Черт, блин. Ладно. Вот, собственно, как действует Времьян. Он перемещает зомби обратно. Но при этом восстанавливает все здоровье, скотина. Ну, это для тех случаев, когда у нас вот реально паника. Когда у нас газонокосилок нет, или они там подберутся к газонокосилкам скоро, или нам нужно выставить оборону, чтобы растения, например, также сберечь. Нам эта штука пригождается. Но, к сожалению, у этой штуки есть одна особенность. Ее можно использовать только в своем мире. Только в неоновых 80-х. Вот в рэпер, он нам ничего не сделал пока еще, потому что, как бы, рэп и рок, они не совсем совместимы. Так, вот сюда выставим. Куда? Вот сюда. Давайте ускоримся. Опа. Внимательно смотрим. Он вращает микрофоном, и вокруг себя три на три уничтожает растения нафиг одним взмахом микрофона. Шнура вот этого своего. Такая скотина. У меня нет слов. Это святотатство. И тимьян сзади него... Тут, блин. Сельдерей сзади него ставить бесполезно. И свелклы против него не работают, вы понимаете? Вот, нам выдают вот эти штуки. Хотя, по-моему, он их тоже уничтожал, мне кажется. Если я ничего не путаю. Да ладно. Вандал. Вот как... Вот как настоящий уличный рэпер, настоящий уличный вандал. Я просто ненавижу. Это какое святотатство? Ладно, если бы он ел, но, блин, ни себе, ни людям, а? Эти хоть голод свой утоляют. Вкусные растения едят. Свеколку, там, сельдерейчик полезно, питательно. А он просто вот микрофоном своим размахивает и все. И уничтожил там. Столько детей в Африке. Его... Его, что называется, древних сородичей. Родных можно накормить. Всем тем, что он уничтожает. Но нет. Такая вот у нас сволочь. Давайте. Блин, там, где ведроголовый, нифига нету. Давайте еще. А, блин, опять далеко поставил. Ладно, шлепай. Прошли. Прошли довольно без проблем, кстати. И особенно... Особо не использовали тимьянчики. Так. Десятый уровень позади. У нас прошло 30 минут, поэтому давайте выйдем на карту. Давай, наверное, с нас на сегодня хватит. И заходим в альманах. Так, про сельдерея мы читали. Кстати, прочность 1200. Она у него действительно повышенная. Времьян. Диапазон все поле. Перезарядка 60, диапазон все поле. Времьян отматывает время назад, возвращая зомби на их стартовые позиции. Использование одноразовое, мгновенное. Особенность. При отмотке у зомби восстанавливается здоровье. Горизонты. Эрд свои расширять нужно нам, кажется мне. Времьян рассказывает. Времени-коподход одноправленный ограничивает сильно нас. Видите, он наоборот говорит, знаете, он... Как его называют? Мастер Йода, по-моему, вот этот маленький зеленый чертик вот этот. Из Звездных войн. Он, по-моему, как-то так же говорит. И это, я так понимаю, в каком-то смысле пародия на него. Блестящая зомби. Блестящая зомби. А, я понял, это Юлия Ковальчук из Блестящих. Понятно. Ладно, извините. Прошу прощения у Юлии Ковальчук. Конечно, не она. Это Ксения Новикова из Блестящих. Создает позади себя защищающую других зомби радугу, когда играет поп. При появлении блестящей зомби все вокруг начинают изо всех сил стараться зажечь танцпол. По крайней мере, пока не светает и всех с него не выгоняют. Ха, господи, они что-то там за ней плетутся. Вот кто по-настоящему старается изо всех сил зажечь танцпол, так это вот этот парень. Вот от него зомби действительно пускаются в пляс. Настоящая классическая музыка, фортепьяно. Настоящий джаз, свинг в самом его рассвете. А это, господи, это самозванка, попсню какую-то поет. Ну, блестящие они. У них то, что они пели, я не знаю, не существует ли вообще теперь. Ладно, хватит оскорблять группу блестящие, а то они еще страйк на мой канал киданут. MC Зомби. Крутит микрофон, нанося урон ближайшим растениям, когда играет рэп. MC Зомби старательно это скрывает, но побрякушка на его шее не из чистого золота, а из позолоченного цинка. И вообще досталось ему от любимой бабушки. MC Зомби, наверное, наш Блэк Стар, наш Тимати, наверное, у него тоже все не настоящее, из позолоченного цинка. Ладно, хватит оскорблять звезд нашей отечественной эстрады. Давайте заканчивать. Я вон уже в Лего Броллс по Наташе Королевой с Тарзаном проехался. И хотя они мне ничего за это не сделали и не сделают никогда, судя по тому, как стремительно мой канал подписчиков набирает. Ладненько. Если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол и поделитесь этим видео с друзьями. И оставьте комментариев да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте и страница в Инстаграме. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. Не забывайте поддерживать разработчиков Русификатора по ссылкам в описании, чтобы попасть на страничку спонсоров вот в этот список, где также нахожусь я. Вот будете рядом с когда-нибудь в будущем популярным видеоблогером. Ладно, хватит нести эту чушь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого, земляне! Пока!